Здравствуйте, господа, работники массажных салонов. Еще один вам хочу подсказать такой лайфхак, какой приборчик можно использовать для работы вас с мануальным воздействием на позвоночник человека. Вот есть такой приборчик, у него есть горбульки определенные, которые как раз находятся на расстоянии мышечных триггеров или паравертебральных мышц. Вот сюда позвоночник опускается, то есть сюда ассист-отростки. Либо вы можете подчеловеку подобрать поострее вот такое расстояние, или поменьше расстояние, смотря под какую-то подшивую, например, вот эту часть. То есть любую часть вы кладете. Когда вы работали со спиной, вы обнаружили там какую-то нестабильность или позвонки сжаты, или боль чувствует человека. То есть ассист-отростки сошлись. Тогда вам нужно подложить вот это место, вот эти вот холмики, да, под это место, чтобы позвоночник мягко ложась на него, вот так вот и разгибал себя. Например, мы продемонстрируем, например, у него была проблема вот здесь, да. Значит, под это место ложись чихонечко мягко, вот под это место, под паравертебральные мышцы, видите, мы подставляем, вот ложись так, чтобы было удобно, комфортно. Вот, он пока лежит, у него сам организм растягивается, расслабляется. А вы в этот момент можете делать ему массаж в какой-нибудь другой части тела, например, со стороны головы, его массировать или тянуть дополнительный тракт, своему делать, да, вокруг этой области будет еще больше растяжения, да. Либо работаете с ногами, ну, можно там под поясницу положить, да, и, например, знаешь, под поясницу сразу положим. Так, мягко приподнимись. Только смотрите, на эти все приборы нельзя плюхаться, надо мягко на него укладываться. Вот, давай вот так, еще раз, мягко, лунообразно, так поддерживаясь руками, ложись на этот инструмент. И, например, мы работаем с ногами, можем немножко дать давление больше, вот в ту область, где он лег в поясницу, и потянуть. Как чувствуешь, тянется? Ага. Именно в том месте, где лежит вот этот вот инструмент, видите, растяжение будет максимальное. Все делаем, естественно, мягко, аккуратно, постоянно консультируясь с вашим подопечным, насколько ему комфортно, потому что, не дай бог, может что-то в этом неровно положили, или что-то съедет, да, или он дернется и будет ночный спазм. Вам это не надо, и ему это не надо. Так что, пожалуйста, используйте такие приборы, но аккуратно. До новых встреч, в следующем видеоролике еще кое-что покажу. Ставьте лайки.